Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дмитрий Александрович Курдюмов Девушки отдыхают 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 Всех поликлиник, всех медицинских организаций работают, соответственно, в часы работы поликлиник. И то, что нужно знать нашим гражданам, это то, что когда они возвращаются из зарубежных поездок, пока официально звучат семь государств. Это Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Франция и Германия. Когда граждане возвращаются из этих государств, они должны позвонить на телефон горячей линии. Для сотрудников у нас разработаны чек-листы, то есть гражданин представляется, называет свою фамилию, имя, отчество, оставляет контактный телефон, адрес, нас будет интересовать страна выезда и даты выезда и возвращения в страну. Эту информацию мы передаем в Роспотребнадзор. Специалисты Роспотребнадзора ее анализируют, при необходимости связываются с гражданами и выносят постановление о месте изоляции. По сути, это получается таким образом, что если гражданин вернулся из-за рубежа, из этих эпидемически неблагополучных стран, здоровым и не имеет признаков острого респираторного вирусного заболевания, то, как правило, ему устанавливается изоляция на дому. То есть ежедневно приходит медицинский сотрудник, осматривает, измеряет температуру, узнает, появились ли какие-то жалобы, и человек в течение 14 дней, до 14 дней, с момента возвращения из эпидемически неблагополучной страны будет наблюдаться дома. Если человек вернулся из вот этих неблагополучных стран с симптомами ОРВИ, он изолируется в инфекционную клиническую больницу. И, соответственно, наблюдение и лечение уже получает там. Екатерина Эдуардовна, вопрос такой. Вот эти вот, вы сказали, семь стран, только вот люди, которые из них вернулись? Или просто, понимаете, сейчас случаи-то вируса есть практически везде, там и в Москве в том числе. Да, я понимаю, но ситуация действительно меняется ежедневно. Вот пока на сегодняшний день Роспотребнадзор озвучивает вот этих семь государств. Завтра, возможно, это будет география расширена. Да, в некоторых средствах массовой информации в телеграм-каналах, вот мы сегодня зачитали из Кировской Шептуна, в качестве медицинских учреждений, предусмотренных для изоляции больных, кроме инфекционной больницы, указан еще Нижний Ивкинский центр медицинской реабилитации. Нам надо тогда вот сейчас выяснить, так это или не так, чтобы не распространять недостоверную информацию. Инфекционный госпиталь у нас один, развернут он на базе инфекционной клинической больницы. Все, вот уже это важно было поправиться. Далее, просчитывается ли неблагоприятный сценарий развития событий, и как Кировская область к этому, насколько она готова? В частности, очень много об этом говорят и пишут, что необходимы аппараты для вентиляции легких, поскольку вот коронавирус, он вызывает фиброз и так далее. Достаточно ли у нас таких, например, аппаратов? Ну, вы же понимаете, что ситуация с коронавирусом, она развивается уже, на самом деле, с декабря месяца, тогда, когда это все началось в Китае. Поэтому у нас было достаточно времени подготовиться, и мы полностью готовы. У нас достаточно и медицинского оборудования, и лекарственных препаратов, и средств защиты. Проверяете ли вы аптеки на предмет наличия масок, люди массово скупают антисептических средств для рук? Ну, на самом деле, мы очень забываем зачастую о самых элементарных вещах. Да, маски медицинские раньше всегда шились сами, и сейчас тоже это вполне возможно, даже если маску невозможно купить в аптечной организации, ее можно шить. Затем кипятить, гладить и использовать даже неоднократно. Если тебе нужна маска, ее можно самостоятельно шить. Но все-таки наличие вот этих предметов, да, гигиены в аптеках проверяется как-то, вообще мониторится? В государственных аптеках мы это мониторим, в медицинских организациях наших подведомственных тоже. Частный сектор мы не контролируем. Так, а в государственных все в порядке. Есть ли какие-то специальные меры, которые были рекомендованы, например, образовательным учреждениям в качестве профилактики? Мыть там с хлоркой, я не знаю, несколько раз и так далее. Ну, вы же понимаете, что общие противоэпидемические меры не только при коронавирусном, но при любой острой респираторной вирусной инфекции, при гриппе, они общие. Дистанцироваться друг от друга, проветривать помещение, чаще мыть руки, по возможности ограничивать массовые мероприятия. Ну, то есть вот все, что сейчас выпущено с рекомендациями Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Российской Федерации, оно вот применяется на территории нашей Кировской области. Критические ситуации мы пока никакой не наблюдаем. Абсолютно. И я думаю, что паника какая-то в данном вопросе, она совершенно излишня, потому что вы видите, какая ситуация в мире и какая смертность от коронавируса, она, в общем-то, не превышает ситуацию по обычному сезонному гриппу или внебольничным пневмониям. Спасибо. Екатерина Ведякина, заместитель министра здравоохранения Кировской области, была с нами на связи. 211-101, номер телефона прямого эфира. 211-101. Вы можете поделиться собственным настроением по поводу коронавируса, как вы относитесь к этой пандемии, что вы думаете. Что вы делаете. Как вы защищаетесь или не защищаетесь. Закупаете ли в массовом порядке продукты, потому что я вот вижу, что интернет разделился. Где-то есть фотографии, что отсутствует мука, макароны, и все скупается на корню, а где-то пишут люди, что нет, все в порядке, и не нужно суетиться. Я посетил два магазина, просто один за другим. В одном из них были полки пусты, в другом все было на месте. Я так и не понял, что это произошло. Видимо, какой-то налет был на магазин, что-то приехало, и оптом все там сухо. Я пока тоже не замечала никакого опустошения. В двух магазинах один на самом деле было ощущение опустошения, то есть там пустые прилавки, где там была крупа гречневая еще, вот это все там, что-то еще не помню, отсутствует. А соседний, буквально в квартале, аналогичный тоже сетевой магазин, там все это есть. Там все это есть. Ты честно признаешься, ты какие-то меры принимаешь, вот лично ты, по отношению к себе, своим родным, вот в связи с коронавирусом? Ну, понимаешь, работая на радио, когда здесь постоянно есть люди, какие-то, ну, кажется, мер особых не предпримешь, потому что так или иначе ты сюда приходишь, с кем ты общаешься. Но я думаю, что те же самые, вот как правильно сказала замминистра здравоохранения, те же самые меры, которые враслет, эпидемия гриппа, то есть, ну, какие-то профилактические вещи на укрепление иммунитета, у каждого есть свои секреты. Что я заметила сегодня, когда выехала на машине на работу, мне показалось, что в Кирове, в городе в самом, значительно меньше автомобилей. Я проехала как выходной день буквально в несколько мест по городу, и это мне показалось странно. Возможно, это тоже мое какое-то, знаешь, уже внутреннее такое ощущение, но, честно говоря, мне это показалось странно. Представь, сейчас уже тут же на телеграм-каналах везде из города пропали машины. Пропали машины. Не знаю, пропали ли они, но мне показалось, что да. А давайте мы сейчас послушаем запись, у нас сегодня перерыва не будет в это время? Давайте без перерыва. Без перерыва сейчас работаем. Давайте мы сейчас послушаем запись, которую нам прислала Вера Власова, наша коллега. Она сейчас находится в Китае на протяжении многих месяцев, начиная с момента, когда этот коронавирус появился, и до сих пор. И Вера нам прислала запись, описывающая ситуацию в Китае, и как там относятся, как себя чувствуют иностранцы в Китае, потому что вот нет же у них там, у них есть наверняка страховка, там, но тем не менее, включаем аудиозапись. Всем добрый день. Мы с коллегами сейчас находимся в городе Чандэ, это провинция Хунань, это центр Китая. В нашем городе Чандэ примерно 6 миллионов жителей. И по данным, ну, на последнее время, как вам сказали, в самом городе было всего лишь 82 случая заболевания. Ни одного случая летального исхода не было зафиксировано. В провинции Хунань где-то 26 тысяч заболевших, но большая часть из них уже выписана. Карантин у нас объявлен был с 24 января. За день до этого мы еще работали, то есть всем выдавались маски при входе в парк, измерялась температура. И так, в принципе, идет и по сей день. То есть сейчас общественные мероприятия не проводятся, минимизированные места скопления людей, то есть все парки, общественные какие-то крупные заведения, они закрыты, они не работают, они находятся на карантине. Мы живем на таком небольшом острове, где-то диаметр его примерно километра, он находится прямо около города, в озере. Вот поэтому мы здесь защищены буквально со всех сторон, никого лишних сюда не пускают. И здесь нам несколько раз в день проводят температурный скрининг, нам выдаются маски постоянно, и ежедневно, даже по несколько раз в день раствором хлора обрабатываются территории, как нашей вот такой гостиницы, так и дорожки в парке, так и дорожки в городки, в близлежащие деревни и в городе, насколько я знаю, тоже. В самом городе вот то, что я видела, то, что я знаю, торговые центры работают, но все торговые центры, все магазины, все кафешки используют специальную систему входа. То есть ни один человек туда не пройдет, пока ему не будет измеренной температуры. То есть ее меряют прямо на входе, дают дезинфекторы, то есть там прям брызгают на ручки. И, конечно же, каждый, каждый человек в городе, каждый человек по пути, в машинах едут, все в масках, абсолютно все и каждый в масках. Это поражает, то есть это показывает на самом деле ответственность каждого человека, каждого жителя страны, города за свою жизнь и за жизнь окружающих. Еще про кафе очень интересно. Здесь туда людей пускают, но еда выдается в одноразовых контейнерах. У нас здесь на острове точно так же. В кафе либо людей садят небольшими группами по два, по три человека через столик, то есть за одним столиком сидит группа людей, следующий столик свободен, его не занимают. Либо за одним столом может сидеть только один человек. То есть это опять-таки происходит в целях того, чтобы люди располагались как можно дальше друг от друга и не имели возможности заразиться. Паники нет абсолютно никакой. Люди такие же улыбчивые, жизнерадостные. Все прекрасно все понимают, все берут на себя ответственность. Регулярно выходят в постановления, нам о них, конечно, сообщают, о том, какова ситуация с вирусом сейчас, что следует предпринять для того, чтобы не заразиться, да и не распространять вирус. Кроме того, очень интересный документ вышел здесь, в Китае. Это степень ответственности, вплоть до уголовной, за сокрытие информации или умышленное искажение информации о контактах человека. Также здесь очень строго наказывается распространение фейковой информации относительно вируса. То есть власти за этим строго следят, если, мало ли, кто-то соврёт или неверно укажет данные, где он был, с кем он контактировал, то этого человека ждут очень-очень большие неприятности. Ну, конечно, степень ответственности китайцев за себя, за свою семью, за своих близких, это вызывает огромное восхищение, потому что слышала о тех случаях, когда люди не носят маски, убегают с карантина. Здесь это невозможно себе представить, потому что человек прекрасно понимает, на что он обрекает себя и тех людей, которые с ним контактируют. Безопасность здесь превыше всего, и каждый это понимает. Кроме того, мы, конечно, подрезали запись, потому что Вера там на 10 минут нам дала много всяких фактов и объёмной информации. Она сказала, что буквально на днях к ним, вот к иностранцам, которые работают на этом маленьком острове, в этом парке, приезжал мэр города, этого шестимиллионного города, приезжал мэр к этим пяти иностранцам в гостиницу для того, чтобы показать им, что все под защитой, что вся медицинская помощь доступна. Поблагодарил их за то, что они себя тоже ответственно ведут. Привёз им такие огромные мешки подарков, в которых были дезинфицирующие средства, маски и прочее. Попросил, если что-то нужно, вот что касается самочувствия, любое лекарство, обращение к врачу и так далее, немедленно сообщать. Представляешь, приехал целый мэр шестимиллионного города для того, чтобы пообщаться с пятью иностранцами. Вот такая вот история. Сейчас мы... Ну, конечно, впечатляет, вот если так немножко подумать, да, о том же, она же, вот Вера же говорит, что там маски, им меняют маски несколько раз в день, то есть, если говорить о том, что самим шить несколько раз в день маски, это немножко затруднительно. И насчёт той же вот обработки санитарной, то есть обрабатывается не только несколько раз в день гостиница, там жилое помещение, даже дорожки на улицах обрабатываются вот этими антисептиками. Всё, конечно, впечатляет. Попробуем связаться с Леной Акатьевой, это тоже наша коллега, журналистка, она долгое время провела во Вьетнаме, буквально недавно вернулась, и мы расспросим у Лены, как она, во-первых, оттуда эвакуировалась, да, насчёт выезда и въезда в Российскую Федерацию, но и понять, какая ситуация была во Вьетнаме и как её встретила страна в связи с тем, что коронавирус и все меры по коронавирусу здесь уже были приняты. Да, я вижу, что есть телефонный звонок. Лен, добрый день. Добрый день. Алло, привет. Привет. Как ты себя чувствуешь? Здорова? Хорошо себя чувствую. Прекрасно. Лен, когда ты вернулась из Вьетнама? Где-то в середине февраля. Ты вернулась в середине февраля, коронавирус в разгаре. Расскажи, пожалуйста, как ты выезжала из Вьетнама и как ты въезжала в Российскую Федерацию? Выезжала хорошо. Не было никаких проверок, не было никаких препятствий этому. В России то же самое. Всё было спокойно. А когда ты приехала в страну, уже какие-то меры карантинные действовали? Ну, Вьетнам не в списке, понятно, но тем не менее. Тебя проверяли? В Вьетнаме или в России? В России. В России. В России нет. То есть я прилетела не совсем, не напрямую из Вьетнама. Поэтому, скорее всего, меня конкретно не проверяли. Но, наверное, если бы я прилетела из Вьетнама тоже, меня бы тоже не проверяли. Ну да, потому что Вьетнам не в списке вот этих самых стран. Да. Хорошо. Что касается коронавируса и ситуации вокруг коронавируса во Вьетнаме, там как народ себя чувствует? Народ чувствует себя, в принципе, неплохо. Единственное, на чем сказался этот коронавирус, мне кажется, это экономическая ситуация. Так. То есть предприятия заботятся о том, что у них, возможно, из-за того, что не будет прибыли, сокращают людей. Например, наша компания была зависима от туристов, и так как не стало туристов, в том числе китайцев, начались сокращения, довольно серьезные. То есть именно как бы коронавирус влияет больше, наверное, на экономику, как я понял, чем на общественное состояние, как бы, да, вот такое, там, на панику какую-то, или там, на какие-то меры, которые предпринимаются, на запрет каких-то мероприятий? В моем случае, в случае компании, в которой я работала, скорее всего, да. Ну и, конечно, нам везде говорили о том, как защищаться от коронавируса, носить маски, обязательно просили, говорили меньше контактировать с китайцами. Ну, общие меры, в принципе, конечно, все о них заботились. А там вообще много людей в масках ходят, во Вьетнаме? Много. Там, в принципе, по всей Азии почти все ходят в масках. Это у них в какую-то традицию входит. То есть они, может быть, думают, что это защищает от грязного воздуха, потому что в Азии грязный воздух. Может быть, они думают, что это защищает от каких-то вирусов. Ну, в общем, очень большое количество людей ходит просто в масках. Еще до вируса они ходили в масках. Ну да, это мы знаем. Это вообще в культуру уже. И в мемы, и в культуру, и в аниме даже это вошло. И наша молодежь, подражая, тоже носит эти маски даже еще до коронавируса, да и всего прочего. Да, отлично. Спасибо большое, Лена, за комментарий. По ситуации в Вьетнаме и о том, как из Вьетнама кировчане возвращаются в Киров, рассказала нам Елена Акатьева, кировчанка, вернувшаяся из Вьетнама. Вот у нас остается до перерыла буквально две минуты. Я не знаю, успеем ли мы набрать Филиппа Бухова, фитнес-тренера, который живет и работает в Кирове. Наверное, нет. Никакого маяка нет у нас от редактора. Ну, что касается поездок, то надо сказать, что не особо люди притормаживали с поездками за эти дни и до последнего момента пытались не отменять поездки. Я знаю, что и туристические направления были приняты и уезжали, да. Ну, понятно, не в закрытые страны, но активно достаточно перемещались. Интересно, что там же они встречаются с представителями этих вот стран, которые сейчас закрыты. Но почему-то вот эти пути не преграждать. Не то, чтобы я за это ратовала. Я понимаю, как хочется съездить в поездку, особенно если она запланировала. Но тоже есть, мне кажется, некоторая опасность. На связи с нами, да? Филипп Бухов, фитнес-тренер. Он живет и работает в Кирове. И Филиппа госпитализировали в инфекционную больницу по подозрению на коронавирус. Кто-то из родственников приехал из Китая, но потом отпустили. Вот такая краткая бутная у нас есть. Филипп, добрый день. Алло. Добрый день. Добрый день. Добрый. Когда вот это все произошло? Когда вас госпитализировали в инфекционку и на проверку отправили? Так. Госпитализировали меня 24 февраля. 24 февраля. Расскажите, пожалуйста, с чем это было связано? Кто-то вернулся из родственников из Китая ваших, да? Да. С 3 февраля у меня вернулся в родственник из Китая. Он был на юге Китая. В юге центре. Так сказать, болезнь. А почему так получилось? Ну и симптомов у него вначале не было. Затем он пришел ко мне на тренировку где-то с 13 февраля. И он был так сказать, ну, симптомами уже, гриппа. И затем где-то я заболел уже числа, наверное, 18-го. Вначале у меня температура появилась, насморк. Затем у меня мокрота появилась с кровью. И я решил пойти к терапевту уже после 5 дней самолечения. И она меня направила. Все уже, так сказать, вызвала скорую. Действовал по инструкции. Вот, Филипп, у нас такой вопрос возник. У вас, когда тестировали на коронавирус, это много времени заняло? Так. Приехали мы, значит, в субботу вечером, получается, или в воскресенье вечером в инфекционную больницу привезли нас. И тестирование занимало, наверное... Ну, первый результат нам сказали уже в воскресенье, днем. То есть через сутки где-то, да? Предварительно. Предварительно. Хотя даже меньше, чем через сутки. Меньше, да. А точнее... По мазкам, видимо, из сердца и из носа сделали вывод. А окончательный вот как бы вердикт когда вынесли? Окончательный вердикт где-то, наверное, через 4-4 был. Или через 3. То есть где-то 3-4 дня примерно. Именно в изоляции. Все 6 дней... Ну, получается, через 6 дней меня выписали. 5 дней в изоляции точно держали. То есть вы вообще один находились? А еще мой воспитанник, который также над лягками доходил, и у него симптомы были подозрения на пневмонию. Ну, то есть вот этот человек, который был с вами в контакте, вместе с вами был, да? Да, да, да. В контакте его тоже со мной же в палату. Да, Филипп, скажите, пожалуйста, как так получилось, что ваш родственник приехал 3-го числа, и его не изолировали? Он не был в карантине? Так, он, так сказать, выехал из Китая через Вьетнам. Вначале в Вьетнам полетел, там какое-то время побыл, и потом уже домой в Россию. Да, Филипп, у нас сейчас должен быть перерыв на полторы минуты. Вы не возражаете? Если мы с вами после перерыва еще договорим, перезвоним вам. Спасибо. Конечно. Продолжаем разговор. Разворот на бизнес. Мы разговор... Уфу, дневной разворот. Да, без бизнеса. Да, мы... Я надеюсь, Филипп с нами на связи. Алло, Филипп. Да, конечно. Спасибо, что... Мы продолжаем беседовать с кировчанами, которые так или иначе столкнулись либо со странами, где коронавирус и карантин объявлены, либо с людьми общаются, которые выехали из этих стран. У Филиппа Бухов, фитнес-тренер, живет и работает в Кирове. Его госпитализировали по подозрению на коронавирус, в инфекционку, когда он пообщался, после того, как он пообщался с родственником, который приехал из Китая. Филипп, вот все-таки ваш родственник, вы сказали, 3-го числа вернулся из Китая, проехав через Вьетнам. У него у самого мысли-то не возникало обратиться за тем, чтобы его протестировали, когда он себя плохо почувствовал? Я бы не сказал, что он плохо себя почувствовал. То есть какие-то симптомы были, там, насмор получается, температуры, наверное, даже не было. Такие гриппозные симптомы обычные. Из этого он даже, ну, не подумал, чтобы обратиться к врачу. А когда вы обратились к врачу, и вас госпитализировали, изолировали, какое количество людей еще обследовали, которые контактировали с вашим родственником, вы знаете? Ой, так за это время, почти месяц прошел, контактировал много людей. Также со мной контактировал. Да, но там что-то такое, вас расспрашивали, кто с вами был в контакте, кого там вы встречали и так далее, или нет? Ну, конечно, конечно. Собирались ли они? Всех переписали. Всех переписали? Всех переписали, конечно. И всех обследовали? Или вы не знаете? Нет, конечно, не обследовали, но просто записали. Если вдруг у меня бы появился с стороны южной, то тогда бы всех... То встали бы проверять всех по контакту. Ну, сейчас вы себя как чувствуете? Да, отлично. В данный момент тренируюсь. Мы слышим там дали звон на железо. И родственник ваш тоже себя хорошо чувствует? Да, конечно, да. Отлично. Спасибо, Филипп. Берегите себя, применяйте антисептики. До свидания. До свидания. Спасибо. Будьте здоровы. Да, разные. Понятно, что на бытовом уровне мы вводим сами для себя какие-то там запреты, ограничения и правила, но еще и компании тоже принимают какие-то решения. Я имею в виду бизнес-структуры и бюджетные организации. Любые компании и офисы тоже принимают какие-то меры и решают, что им делать. Переводить ли их сотрудников на дистанционную работу, как в Москве сейчас происходит, достаточно массовым-то явлением стало. И каждый день мониторится там ситуация. А если удаленные работы, у кого-то там сотрудники в регионах, в нашем случае, например, в инфоцентре по атомной энергии тоже каждый день сводки посылаются из всех 19 регионов, какая эпидемиологическая ситуация у нас, кто выходит на дистанционную работу, кто остается в офисе и прочее. У нас сейчас на связи генеральный директор группы компании «Инмедиа», в которую входит, в том числе и наша радиостанция, Роман Данилин. И нам интересно, потому что СМИ должны работать. Мы должны работать. Дистанционно на радио не поработаешь. На радио дистанционно не получится работать. Да, Роман Альбертович, добрый день. Добрый. Какие, может быть, мысли или уже решения созрели внутри нашего холдинга по отношению к коронавирусу и работе сотрудников? Потому что мы же понимаем... Набранный вами номер недоступен. Так, мы сейчас попытаемся перезвонить. Хорошо, хорошо. Ответили, да. Прямо в офисе. Вы изолировали Романа Альбертовича прямо сейчас. Прямо сейчас, где бы он ни был. Но вот пока еще раз мы собираемся связаться с Романом Данилин, нам сказать, что понятно, что СМИ — это контакты. Всегда. То есть радио должно работать... Ну, хорошо, мы здесь в студии, можем изолироваться и никого не приглашать в течение какого-то времени. Но журналисты должны выходить на места. Выходят на мероприятия, выходят на какие-то события, общаются с людьми в любом случае. Сотрудники коммерческих отделов тоже. И в том числе, кстати, которые заняты борьбой с коронавирусом, у них даже повышенный риск получается. То есть буквально каждый человек, который здесь работает, он так или иначе должен находиться в контакте с другими людьми. Алло? Да, все есть у нас связь? Да, да, да. Все, Роман Альбертович к нам вернулся. Итак, какие мысли и планы внутри холдинга, в который входит большое количество СМИ и работа сотрудников, которые связаны так или иначе с общением тоже с большим количеством людей? Вот сейчас какие меры вы думаете предпринять? И стоит ли их вообще предпринимать? Я думаю, безусловно, стоит. И береженого Бог бережет. Мы как бы эти меры начали обсуждать, продумывать еще с пятницы. Вчера официально определенное некое внутреннее распоряжение вынес о том, что, значит, первое, будем усилять меры внутри непосредственно холдинга предприятия. Это и покупка антисептика, это возможное измерение температур сотрудников. Помимо этого, значит, мы приняли решение о том, что все массовые корпоративные мероприятия мы снимаем как минимум на ближайший месяц. Со своей стороны, значит, озвучил рекомендацию воздержаться от посещения массовых внешних мероприятий. Значит, для коммерческих служб и для редакционных отделов история та же. Если есть возможность получить информацию либо продать рекламу дистанционно, то делаем это дистанционно. Если этой возможности нет, то на данном этапе стараемся выполнять свои функции, непосредственно контактируя с одним человеком, а не с массой групп. Естественно, как и по стране, мы приняли решение о том, что на данном этапе мы не рекомендуем сотрудникам холдинга выезжать и за рубеж, и в другие регионы нашей страны. Но это, опять же, понятно, что уже по федеральной линии идет, но все же. Если в двух словах, то меры такие. Роман, а такой идеей ввести некий такой элемент спецодежды, чтобы все люди, рекламные агенты, журналисты, ходили на встречи в масках, которые там были бы брендированы, там, ин-медиа? Такой мысли не было? Я думаю, на данном этапе это перегиб. Но вот, наверное, важную историю, важную историю не сказал. Значит, с сегодняшнего дня у нас в холдинге запрещено питание на, значит, рабочих местах, потому что у нас нет приспособленной комнаты, нет кухни. И это, конечно, не к тому, чтобы сотрудники ходили в столовые, где там еще большее количество людей собирается. Это к тому, что на данном этапе мы приветствуем питание сотрудников дома. Для этого я готов со своей стороны расширить обеденное время по согласованию, с руководителями проектов, чтобы люди могли пообедать, там чуть позже вернуться, но, соответственно, чуть позже уйдут с работы. Но в данной ситуации, наверное, наиболее оптимальная мера. Спасибо, Роман Данилин, генеральный директор группы компании ин-медиа, был с нами на связи. Но вот каждый, действительно, каждый холдинг и там каждая бизнес-структура вводит какие-то такие меры. Я пока, кстати говоря, за эти дни, сегодня не была еще ни в каких учреждениях, кроме Вятского государственного университета, который тоже продумывает меры по переходу на дистанционное обучение. Пока еще рекомендации от местного Минобра не вышло. Я знаю, что сейчас где-то в это время должны быть совещания, и рекомендации федерального Минобра и Минпросвета это принять решение отдельно в разных регионах о дистанционном посещении школы. При этом это рекомендательный характер, тоже носит рекомендации рекомендательный характер. Родители решают, да, везти ребенка в школу или не везти ребенка в школу, но все возможные доступные там программы дистанционные сейчас будут обеспечены тоже. Арсен Сулейманов, художник, магистр архитектуры, выпускник Миланского политеха, который живет и работает постоянно в Милане, с нами сейчас на связи. Ну вот две недели назад, как написали редактор, сбежал из Милана в Москву за несколько дней до того, как закрыли границы. Арсен, добрый день. Нет, нет у нас звонка. Мы попытаемся связаться. Сейчас, да, это очень интересно, это очень интересно, потому что действительно в Италии, а сейчас и в Испании, да, эпицентр практически. Ну так и сказала, Всемирная организация здравоохранения, что Италия и Испания, это сейчас центр заболевания. Хотя после того, как Италия практически изолировалась, карантинно все наложила, то уровень заболеваемости резко пошел на спад. Все, Арсен с нами на связи. Добрый день. Добрый день. Добрый день, Арсен. Здрасте. Арсен, почему пришлось сбежать из Милана? Ну, вы знаете, было ощущение некоторой паники, это было чуть больше двух недель назад. И я решил, что панику лучше переживать на родине, чем за границей, среди близких людей. А вот этот процесс возвращения и избегания, то есть как вас родина-то с близкими людьми встретила? Ласково ли в аэропорту? Мне повезло, я не знаю, я сбежал за два дня до того, как началась паника на государственном уровне, поэтому никакого особого приема не было. Единственное, у нас поверили температуру во Внуково, но это было все очень-очень просто, очень несерьезно. Я думаю, что тогда еще люди не понимали, что, возможно, какая-то пандемия. Расскажите нам о настроениях в Италии, вот в Милане, в частности, когда вы там были? Вы знаете, итальянцы, когда я там был, никакого... Люди относились к этому несерьезно. Я видел людей без масок совершенно. А сейчас, сейчас то, что я переговорил со своими друзьями и есть полное ощущение легкого конца света, что ли, на эмоциональном уровне, когда люди, друзья не встречаются друг с другом, люди не ходят, как это обычно у Толянцев принято, на семейный ужин, не здороваются за руки и есть ощущение какого-то страха. Я думаю, что они просто не привыкли, приходится учиться жить заново. Когда вы прилетели в Россию, несмотря на то, что только спустя два дня в общем закрыли границу с Италией и всех стали забирать под карантин, тем не менее у вас в связи с паническим настроением, которое вы описываете, не было желания обратиться в медицинское учреждение и провериться? Я пытался, еще находясь в Италии до вылета, за день до вылета я звонил, смотрел сайты, но возникла странная ситуация, когда ты просто не можешь провериться, пока у тебя нет симптомов. Я думаю, что огромное количество людей, я хотелось бы провериться, но это просто невозможно, у тебя ни температура, ни кашля, тебя просто не примут, а неизвестно, болен ты или нет. Мне кажется, самая неприятная ситуация, что ты просто не знаешь, болен ты или нет. И поэтому, когда я прилетел, хоть не было никакого официального постановления, я в какой-то момент просто засел дома и в течение, позавчера буквально и стекло 14 дней с моего прилета, и вот позавчера я вышел на улицу, вчера виделся с друзьями, чувствую себя сейчас как-то облегченно, свободно, а так нет, не было возможности провериться просто. Ну, то есть вы сами на себя карантин наложили, получается? Высокий уровень ответственности. Ну, относительно, да. Я виделась каким-то количеством людей, но в основном сидел дома безвылазно. Спасибо, Арсен. Арсен Сулейманов, художник, который приехал из Милана, сам, сбежав от той истории, которая в Италии развивалась в связи с коронавирусом, но только надо сказать, что, конечно, паники на уровне федеральном у нас нет. Достаточно спокойно все меры вводятся. Посмотрим, как будет развиваться ситуация сегодня. Все-таки я надеюсь, что во втором части нам станет известно о рекомендациях Минобора по Кировской области и на уровне муниципалитета тоже. Мы продолжим говорить о коронавирусе в начале следующего часа, а далее, после первого перерыва, перейдем к несостоявшемуся собеседованию с кандидатами на глав администрации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok